Сколько времени собирается машина на конвейере? Если вы думаете, что день, то вы не правы. Машина на конвейере собирается примерно за 5-6 часов полностью. То есть из ничего делается ваш автомобиль. Сколько времени на разборку автомобиля? Опытный разборщик, воришка, расколбашивает вашу технику за полчаса полностью. И потом уже поагрегатно раскидывает ее. Но тот, кто эксплуатирует, машина может расколбасть и в течение нескольких секунд. И было бы неправильно утверждать, что дальнейший ремонт автомобиля – это очень долго. Абсолютно нет. Все в основном зависит от количества запасных частей. И от расторопности той конторы, куда вы обратились. И так часто получается, что место, где работают 20 жестянщиков, 5-7 маляров, за склад, начальник, бухгалтер и все остальное – это место, где затягивается ваш ремонт. Вот согласитесь, небольшой удар. Крылышко подмяли или еще что-то. Ну, работа-то всего на день-два. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Потому что… А если не зачем платить много, то зачем платить вообще? Теперь информация для несведущих. Самые дорогие и эксклюзивные автомобили мира не обходятся без человеческих рук. Ни Феррари, ни Бентли, ни Роллс-Ройс, ни Ламборджини, ни Мэбах не собираются на ширпотребовском конвейере. Детали варятся человеком, стыкуются, шпатлюются, красятся, полируются. И только после этого получается идеальный автомобиль. Роботизированный конвейер – это не панацея, особенно в покраске. Робот создан, чтобы делать ширпотреб из консервной банки. И тут опыт-то простой. Можно легкими сдуть и надуть жестяную бутылку. Это легко. Поэтому трагедии с ДТП делать не стоит. Если вы, конечно, обращаетесь к адекватным специалистам, которые не будут вас парить утерей товарного вида. Товарный вид, а точнее 20% стоимости автомобиля, вы потеряли уже выигав из салона. Самый глупый вариант в случае ДТП – ехать в этот салон. Нет, ехать-то, конечно, надо за той ценой, которую представит страховой. А затем сделать машину там, где делать это умеют. И лишнего за понты не берут. А экономией может оказаться и цена еще одного автомобиля. Но попроще. Теперь про шпатлевки и материалы. Тоже бред еще тот. Главное – выдержать технологическое время полимеризации и грамотно подготовить поверхность. Потому как дорогой специалист наворачивает себе цену именно бредятиной о эксклюзивности материалов, с которыми он работает. Материалы-то одни и те же. Я лично сам ремонтировал морду своего линкольна эпоксидкой и стеклотканью. Так вот, там, где я, авиамоделист, это делал, не лопнуло. Треснуло в абсолютно целых местах. Это, к слову, об умении. Я специально чуть больше времени провел с мастерами клуба «Феникс». Так вот, один человек берет машину и полностью ее доводит и красит. То есть, возможность коллективного косяка сведена к нулю. Кстати, почему так быстро? За несколько суток, если есть материалы. Да потому, что не западло и по 24, и по 36 часов поработать. В клубе не кзот главное, а радость страдальца, потерявшего бы в другом месте месяц-два. Тем более, мне понравился исключительно творческий инженерный подход. Докопаться и не стучать, а применив гений инженеринга, найти место перекоса и поставить на место, а не тупо сверлить дырки, подгоняя пластик. Теперь, почему покраска и это тоже не путешествие в космос? На десятки тысяч автомобилей глаз набит, вот почему. И переходы делать умеют, и пятно небольшое дунут. Так что девственная краска в большинстве сохранится. Не, ну если ваш мастер это умеет, то респект ему и уважуха. Если лечит необходимостью полной перекраски, слегка замятой детали, то это маляр-штукатура, не специалист. Теперь понятно, почему дешевле, чем где-либо. Да потому что опытнее и экономнее. Слово жестянка у многих ассоциируется с проблемами, такие как поиск запчастей и постоянно сдвигающиеся сроки. Но мало того, люди просто не знают, что есть такие вещи, которые можно реально выстучить. Ну или поправить, это же жесть. Машина сделана из металла, рисовали, делали. В вашем опыте общения с автомобилями, какой процент автомобилей, которые непосредственно нельзя уже выстучить, а необходимо ждать элементы, допустим, какие-то петли, еще что-то. Бывали случаи, когда деталь либо очень дорого стоит, либо ее очень долго ждать. Мы очень сложные детали выправляли. Это, конечно, большая затрата времени, большая затрата материалов. Мы выправляли, делали. Автомобили ездят до сих пор такие. Это вот я про те, что страдают, допустим, универсалы, джипики, да? Там, считай, практически накладку надо при боковом ударе целиком менять. Половину машину потрошить, резать. И когда она придет, каких она размеров будет? Да, это, как правило, именно универсалы, когда это именно идет боковина всего автомобиля. И чтобы ее не резать, мы стараемся выпрямить все эти детали. Затем уже сколько ходит эта деталь? Потому что, ну, существует мнение, что потом все это дело штукатурка отваливается. Это если где-то сделано. Потому что, ну, не всегда же все используют эпоксидные штукатурки, ну, с наполнителем. Вы как делаете? То есть, если не нарушать технологию, то это практически так же, что замена детали. При правильной обработке, там, нужно и снутри обработать антикором, и снаружи, там, перед каждым слоем, там, шпаклевки, грунтовки. Подготавливать всю эту поверхность к работе. Насколько дешевле это получается, в смысле, если вот брать деталь, сроки поставки, и вот это все, это сплошной геморрой? Ну, тут как бы все индивидуально, у разных машин по-разному. Вот. Ну, если мы уберемся уже за это дело, то есть, это в любом случае будет дешевле. Потому что, если будет дороже, то смысла нету. Просто все новое взять. Наши любимые удары вот такие, которые, ну, пешеход пробежал. Первая машина по тормозам, в нее влетели. Ну, и даже иногда радиатор целый. Ну, вот, допустим, фары обвалились, бампер, естественно, треснул. Немножко передние крылья помяты, капот, зал вон. Сколько по времени можно такую машину отремонтировать при условии наличия запчастей? Здесь у нас все на руках, материалы, краска подобрана, запчасти есть где-то дня 3-4. Я-то обратил внимание, вот такие самые страдальцы, крыло помято, или капот, или крышка багажника, это день-два? Ну, одна деталь, да, один-два дня. И по деньгам еще раз напомним. От полутора тысяч рублей за покраска одной детали. А что у нас есть, кроме жести, которой мы профессионально занимаемся? Так, ну, сейчас уже зима на носу, поэтому мы предлагаем еще заменить зимние шины поставить, заменить масло, заменить охлаждающие жидкости, вот такие услуги. А сколько это в волшебных шабозах? Так, ну, переобувка у нас начинается с 540 рублей. За 4 колеса? Да, за 4 колеса вместе с балансировкой со снег поставить. Замена масла от 100 рублей, это без промывки, с промывкой 200 рублей. И замена антифриза с промывкой всей системы с помощью химии 800 рублей. Ну, вот тут я вижу шилик такой хада. Что за масло? И вот пробовал? Да, лично я сам езжу на этом масле, мне очень нравится, замечательное масло. А ценовая категория? Синтетика 5,50, то есть высокой температуры горения для высокооборотов всех двигателей. Для двигателей, которые уже прошлись достаточно много, то есть уже люфты есть. Это масло стоит 1600 рублей 4 литра. С присадками, со всеми делами? С теми присадками, в них там, в этом масле есть восстанавливающиеся присадки. То есть, вот автомобиль делали, который уже начал постукивать, уже дым с него шел, залили это масло. И ко второй замене масла он перестал его расходовать, и дым пропал. Пропали шумы. Почему нет? Ну, переобуться надо. А тут рядом несколько гаражных кооперативов, шинохранителей, да и мега автоград телецентра и веера рядом. Кстати, гаражи на северном переходе и там тоже шиномонтажек раз-два. Приехали сюда? Есть место, где машину оставить на время. Если горит, то конечная маршрута как раз рядом. Утром оставили, вечером приехали и не на такси. Кстати, умельцам-автомобилистам руководство гаражных кооперативов руки тоже побломало. Распродав места с эстакадами под гаражи. Решение гениальное, но выход гениально прост. Опять же сюда. Неохота куда-нибудь ехать, можно телевизор посмотреть. Или в короткой очереди подремать. Не разбудит шумное движение. И естественно выгода. Раз свое, значит в цене литра масла нет толики и не самой дешевой аренды. То есть экономия дядя Федор. Ну и в конце и для удобства черкнем вам телефончик. Для желающих стать членами клуба Феникс. Клуба быстрого и недорогого ремонта покорежного в ДТП авто. И шиномонтажа с экспресс-заменой рабочих жидкостей и мелкосрочки. Ну и вот она, та самая необходимая информация, которую вы так ждете. Про халяву. Это нормальное явление. В состоянии, когда приходится экономить на всем и вся. Реально теперь узнаем, сколько стоит жестяно-сварочная работа. И покраска. Конечно можно найти и дешевле, чем это делает здесь. Павел Базаров в своем клубе Феникс, который располагается на улице Сурикова. Ну, чтобы понятно было, едете по улице Комсомольска до водонапорной башни. И потом налево. По отличному асфальту. И приезжаете. Как видите, машину здесь уходят достаточно быстро. Приходят и уходят. Это нормальное явление. Кто делает дешевле, чем Павел Базаров? Естественно, это делают китайцы в Китае. Ну и во Владивостоке. Ну, туда машину не погоните. Поэтому знайте, что там реально покрасит вам крыло за тысячу рублей. Здесь полторы тысячи. И это в Магнитогорске. Все остальные сервисы, все остальные сервисы это понты. Кривые понты, как правило. И, как правило, не очень высокое качество. Потому что вы знаете, где живет этот человек. Естественно, за свою работу он отвечает.